Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Людмила Александрова и утренняя информационная бригада нашего канала. Льготники смогут получить поджилищное строительство землю в Новгородском районе. Агентство ипотечного жилищного кредитования при поддержке регионального правительства передаст Новгородской области участки общей площадью почти в 200 гектаров. На покупку строящегося жилья будет распространяться ставка 8% годовых. Принять участие в программе могут инвалиды, молодые многодетные семьи, семьи, имеющие детей инвалидов, бюджетники и квалифицированные специалисты предприятий, привлекающие инвестиции в регион. К слову, по сообщению областной службы судебных приставов, общий долг жителей Новгородской области по ипотеке с начала этого года резко вырос. Он стал в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В ведомстве призывают просрочивших платежи заемщиков не ждать принудительного взыскания долга. Законодательством предусмотрена возможность урегулирования вопроса. Сегодня городские власти проведут публичные слушания по вопросу благоустройства парка юности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Жителями микрорайонов встретятся представители мэрии, а также руководители профильных комитетов. Напомним, стоимость работ на этой территории с установкой малых форм, озеленением и обустройством скейт-байк парка составит порядка 15 миллионов рублей. От строительства велодорожки здесь решили отказаться. Спорным моментом остается скейт-площадка. Недавно было объявлено о планах перенести ее по просьбе жителей микрорайона за вокзальные, но позже приняли решение повторно обсудить этот вопрос. Поговорить на тему размещения скейт-площадки все заинтересованные лица смогут сегодня в 18 часов 30 минут на территории бульвара юности со стороны улицы Ломоносова. Сегодня в 3 часа дня в Новгородской областной библиотеке в Кремле состоится открытая лекция о возможности получения государственной правовой информации. Презентацию соответствующего государственного портала представит Илья Белов, офицер ФСО России. Слушатели узнают о том, как получить актуальную и достоверную правовую информацию, необходимую в обычной жизни и для ведения бизнеса. Вход на лекцию свободный. Май считается лучшим временем для искусственного зарыбления водоемов. На прошлой неделе в 13 озер области выпустили около 600 тысяч мальков-щуки. В этот период вода имеет наибольшее количество необходимых питательных веществ. Это акция инициатива Департамента природных ресурсов и экологии. Их призыв к рыбопромышленникам не остался без ответа. Предприятия за свой счет купили мальков и приняли участие в акции. Нужно понимать, что искусственное зарыбление может проходить как в рамках возмещения ущерба, нанесенного водным объектом в результате деятельности этих предприятий, так и на добровольной основе. Новгородские рыбопромышленники поддержали нашу инициативу и проводят сегодня такую масштабную акцию. При высадке рыбы специалисты соблюдают определенные правила. Например, выпускают ее около травы, чтобы мальки сразу же не стали жертвами хищников. Важна и температура воды в водоеме, чтобы рыба успела к ней привыкнуть. Сотрудники рыбоохраны надеются, что зарыбление станет хорошей традицией, ведь это повысит привлекательность водоемов для рыбаков-любителей и рыболовного туризма. В Новгородском областном доме народного творчества открылась выставка-конкурс «Игрушек много не бывает». В ней принимают участие творческие студии, кружки, дома и школы ремесел, мастера и педагоги Великого Новгорода. Глядя на некоторые экспонаты, становится очевидным, что понятие «игрушка» со временем меняется. Для некоторых современных авторов это скорее арт-объект, нежели предмет для забавы детей. У образцов народного промысла уже другая функция. Они, как правило, несут на себе отпечаток того края, где их сотворили. А мастера нашего времени создают непривычные формы, вырабатывают оригинальный стиль и находят новые материалы. Тот же пластик у нас появился совсем недавно, потом существует много еще разных, например, материал появился такой, как фоамиран, тоже раньше его, по-моему, не было. И из этих материалов, из фоамирана у нас есть игрушки, из пластика тоже делают мастера, очень интересно, и появляются такие вот вещи. Авторы игрушек – около ста мастеров со всей области. Отметим, что выставка будет работать до конца июля, а каждую субботу все желающие могут принять участие в мастер-классах. А любители музыкального телешоу «Голос» смогут сегодня вечером оценить выступление победителя проекта иеромонаха Фотия. На сцене областной филармонии священнослужитель представит программу «Романсы», в которой прозвучат произведения великих композиторов Рахманинова, Римского, Корсакова, Чайковского. На этом у меня все. Дали о погоде, а я с вами прощаюсь. Легкого вам начала дня и до встречи.